всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя и я вас очень рада здесь видеть и сегодня я хочу вам показать рулон своих вышитых и не оформленных работ их у меня накопилось довольно таки много за четыре года увлечения вышивкой давайте вам покажу масштаб бедствия как видите работы на льне я храню на вешалке работы на аиде я храню в рулоне здесь не будет скорее всего наборов милл хилл потому что их уже очень очень много и наверное просто вы устанете смотреть вышитые работы покажу вам в следующем видео отдельно уже милл хилл ну что давайте приступим покажу вам что я навышивала и не оформила ну что давайте начну показывать вам вышитые работы от компании dimension сначала потому что я начинала вышивать именно с наборов данного производителя в который конечно невозможно не влюбиться как только я вышла первый набор я поняла что я хочу еще и еще еще и еще и моя любовь росла с ними неимоверной скоростью долгое время я очень любила серию gold у меня вышло всего по моему два больших набора один из них оформлен один нет и только недавно я поняла как сильно я люблю простую примитивную серию за простоту за лаконичность за простые и в то же время красивые и интересные дизайны за несложность выполнения и за классный простой легкий процесс и результат сейчас активно я покупаю простую серию особенно нравится серия sunset либо еще там что-то постарее люблю все старенько единственно что переживаю как нитки будут вести себя вышивки потому что в некоторых наборах которые вышивала нитки были откровенно пухлыми мне приходилось их заменять вот этот набор который я вам пока вышел очень быстро я показывал эту работу совсем недавно самом последнем видео как мне кажется это одна из самых красивых вышитых работу dimensions у меня обожаю этот дизайн еще раз покажу вам такую траву как я люблю смотреть вот именно в таком ракурсе как красиво здесь и переливается обалденно просто обалденный дизайн как на ютюбе говорят любовь любовная и знаете я последнее время последний год а вышиваю очень много час нэн шепард бош и я поняла что я соскучилась по дименшинс соскучилась по тому простому времени когда пять лет назад четыре года назад я вышивала дима открывала видео и там показывали все огромные свои запасы дименшинса рулон вышит их работать дименшинс и было такое какое-то знаете доброе что ли уютное время и я так скучаю по этим видео в общем я сейчас целыми днями смотрю только их вдохновляясь конечными конечно же наборами дименшинс посмотрю какое-то видео она пошла на ebay и купила набор очень чревато такие видео смотреть ну так вот вот это первая моя красивенная любимая работа дименшинс дальше я вышила вот такой вот даже не знаю что это такой вот творик наверное да вышивала его подбором это была одна из моих первых вышлых работ честно сказать мне не очень нравится результат который у меня получился во-первых я вышивала на аиде я тогда никогда еще не пробовала вышивать на ней мне даже было страшно поэтому здесь у меня видите такие довольно таки маленькие участки вышивки остались для оформления но я думаю в принципе все можно оформить но вышивала эту работу остатками дименшинс и несколько цветов у меня здесь были нитки димси по моему это номер 407 вот в кирпиче сказать честно работа классная но надо было вышивать не и сейчас они тогда когда я не понимала что такое дим здесь я вижу такие небольшие погрешности вышивки очень много у меня вышла как-то неровно что ли но ладно это мы первая работа поэтому не буду на них наговаривать но в целом если вот про это вышивку смотреть вот так вот в целом очень красивый сюжет и садовая тема тема цветочков дворика это окошек корзиночек мне так нравится я просто балдею сюда сейчас для меня это просто тема number one вообще обожаю теперь я фокусируюсь только на этом прекрасный дизайн интересного шва здесь надеюсь много бэкстича и в стуле я немножко замучилась его делать и вот но сейчас бы еще раз повторяю вышел это дизайн на равномерке либо на нем потому что здесь много незашитых участков хотя сказать честно старые дизайны дименшинс мне нравится как как они выглядят на еде тоже мне кажется честно скажу ничуть не хуже почему нет умеет место быть классный дизайн вышивала довольно таки быстро так как раз его когда вышел начинаю смотреть сериал аббатство даунтон поэтому этот сериал и ассоциирует только точнее эту вышивку и ассоциирую с тем временем когда смотрела аббатство даунтон вот следующей моей вышитой работы является такая вот прекрасная шаманка которая не влезает нас в кадр это был по моему 2 вышитый голд мной я обожаю дизайн и мне было вышивать тяжело это 18 и да и она темная не люблю 18 виду именно поэтому я распродала очень много своих наборов от дименшинс именно голд серии потому что они вышиваются на вышивать на аиде 18 но потом я пожалела подумала что можно было бы заменить на 16 например ну да ладно что куплю еще раз вот вот такая красавица хочу вышить к ней шамана не знаю когда точно не в скором времени но сейчас смотрю и понимаю как сильно я скучаю по дименшинс знаете какой какая тут них своя магия когда вот я вышиваю дименшинс я просто поглощена я люблю я эти дизайны я смотрю какое-нибудь видео и просто шпарю вот особенно здесь да здесь очень много участков которые вышиваются зашиваются одним цветом поэтому можно расслабиться и не считать какие-то там клеточки особо переплетения шовчики все такое в общем люблю дим обожаю одно время думал что будет только его и вышивать пока не познакомилась другими дизайнами здесь все вышивалось очень просто несмотря на то что это золотая серия здесь как видите полукрест практически вообще занимает пол работы вот это все вот одна нить я показывать мне есть ножички но мне починаете пальчиком здесь вышивается в три в четыре сложения и самое сложное было это вот этот вот куст зеленый у меня просто раздражал потому что здесь мешанина черное зеленого черно-салатого бирюзового короче меня этот угол просто раздражал но я с ним справилась быстро кстати советую всем кто вышивает например набор дименшинс и нужно начинать именно с самого сложного угла потому что пока вы начинаете у вас есть запал есть вероятность что этот угол очень быстро высшится и тогда останется самое интересное и простое я теперь придерживаюсь только такого правила так эта работа была тоже вышита в первый год увлечения вышивкой и здесь у меня вот видите очень смешные французские узелки они мне еще поглажены поэтому они прижались что я сделаю конечно же если буду оформлять эту работу я их распарю и заново сделаю нет вообще с этим никаких у меня проблем люблю вот эту индейскую тематику и теперь я снимала видео не помню скрыла его на ютюбе или нет когда-то я делала индийские резервации и тема вообще индейцев не близко вообще я обожаю все что с этим связано просто супер интересно и одно время я прям очень сильно увлекалась этой тематикой здесь как видите если такой вот буйвол на вот его рог глаза мордочка лев удачный волк вот ушки моська собака ну и я могу ошибаться извините в общем набор называется скрытые духи обалденный дизайн смотрю на него и такую глубину вижу просто супер вышивалась интересно просто самое сложное как скабл куст и потом вот это вот платьишко красота просто красота хочется чем-то еще мне сразу вышить на темной основе такого знаете старого и старого дима я вспомнила что вот здесь есть одиночные крестики еще не умела закреплять я не делал какие протяжки на ведь тут нет ничего но это было просто мука выхождение по мукам сейчас я конечно же умею делать но тогда не умела поэтому получалось у меня довольно таки трудоемкой и долго это все делать в общем смотрю на французские узелки вообще такие они убогие сейчас я обожаю крутить французики и с удовольствием бы их накрутила заново чтобы было все это красиво и эстетично дальше розочки по этим розочкам тоже есть отдельное видео может я его скрыла может нет я не помню кстати последнее время начал скрывать свои старые видео потому что мне не нравится но там я рассказывала про художницу которая нарисовала вот эти розы про ее студию где она живет что она делает и так далее там подобное живет недалеко от меня поэтому надо бы наверное съездить в студию посмотреть и вообще взять эту работу сфотографироваться что здесь здесь вообще очень просто для меня это особенная работа потому что я вышивала ее дома когда в общем я не была дома шесть лет и когда я планировала когда я поэтому и какую вышивку возьму я почему-то решила взять эти розы не знаю почему мне казалось они очень простые там я буду вышивать мало буду пробить время с семьей с друзьями поэтому возьму ее ну в общем так все получилось поэтому от работа на вышивала месяца три и она мне хранит очень теплые добрые воспоминания и ну конечно же я не могу как сильно люблю эту работу передать надо было вышить ее на льне не знаю почему я вышивала на инде вообще она такая вы знаете мне кажется такая легкая и здесь бы очень красиво подошла бы например мне кажется даже может даже мурана с такими разводами под стрину но это мне так кажется может даже очень красиво на такой нежно-глубом фоне вышить в общем сейчас сижу фото зиру но что есть то есть вышивала и и по-моему это шестнадцатая и да люблю шестнадцатый четырнадцатый каут не люблю восемнадцатый еще раз повторю но работа нежная в принципе можно было и выше даже на какой-то другой ткани красивенные розы обалденные бутоны здесь мне эта работа напоминает знаете что открытки в 90-х годах в восемьдесятых девяностых такие были акварельные открытки и там вот как раз таки такие вот розочки были я если честно эту картинку я вам вставлю но конечно вряд ли я это сделаю я раньше собирала открытки вот дома у меня таких было очень очень много и вот именно мне напоминает эта работа какую-то старую советскую что ли открытку красивенный дизайн очень простой вышивать вообще тут нечего здесь здесь в розочке было несколько блендов я это и умудрилась запутаться но нашивается очень просто интересно классно дальше домик мой любимый домик как я его хотела как я о нем мечтала это викторианский домик я вышивала его по американской сборке в принципе все работы которые сейчас показала не повышит у меня по старым дизайном я люблю старые наборы несмотря на дряхлость ниток мне просто нравится сам факт обладания какой-то знаете стариной какой-то антикварный если можно так сказать вещью винтажный хотя наверное смысла нет надо брать новый набор где свеженькие красивенькие чистенькие ниточки но мне вот нравится собирать все старое еще такой плюшкин человек хапуга я кстати не только вышивку старую собираю и другие вещи ну ладно не об этом классный домик напоминает мне время когда я жила в городе лимина с такими домиками я жила в сан-франциско в ламинде в разных там окрестностях где только там не жила и там очень много таких домиков которые я просто обожаю я даже жила в таком доме только у нас не было такой круглой башни был просто квадратный старый викторианский дом скажу с такой классной винтовой лестницей но скажу честно жить в таком доме это просто атас полы скрипят все очень дряхлая поменять особо ничего нельзя потому что это же не твой дом в общем такое себе удовольствие но сам факт того что пожил в такой дом очень греет душу вот красивенный красивенный дом и люблю и всегда буду любить викторианские здания викторианская очень-очень мне нравится смотрю и не могу налюбоваться не могу сказать что хочу его оформить и не знаю как оформить потому что все таки это овальная до вышивка но единственное что здесь я вижу это вот рамку просто такую овальную без паспорту без всего но опять же куда вешать не знаю но мне очень нравится что здесь у меня получилось есть несколько дизайнов похоже по-моему да козе и я могу ошибаться ков-ин да это дименшинс там где гостиница вышивается на полном на равномерке да тоже хочу и вышить у меня ее нет ну когда соберусь выше тогда куплю хотя не знаю мне кажется на синтез производства но я думаю что нет проблем собрать нитки либо ну купить наборов и собрать еще себе там не так раньше я очень так знаете трепетно относилась к тому чтобы вышивать все четко по наборам но я сейчас конечно этого же мнения придерживаюсь но если очень очень хочется очень хочется и нет возможности купить потому что набор снят с производства но есть схема то тогда конечно можно купить несколько наборов либо взять остатки подобрать и вышить из того что есть но либо девочки которые знаете занимаются собиранием наборов я бы к тоже обратилась и с удовольствием заказала какой-то набор если мне прям приспичило вышивать шикарный набор вышивается очень быстро очень просто легко а просто песня опять же связано с таким хорошим вспоминанием продавышевала я его в не очень хорошее время в пандемию и коротки мы снимали дом в лесу и я вот вышел вот и дом живя в том доме сидят тоже на таком балкончике помню тоже есть видео на ютюбе и как-то вдохновлялась обалденно здесь мне очень нравятся эти цветы вот эти вот цветочки колонны лесенки домик вот это вот дерево это перспектива дали кораблик ну в общем очень очень нравится почему-то нет этот участок потому что мне кажется таким уютным здесь попадает солнце то здесь так темно видите и падает здесь очень классно уютно сидеть и просто обалденно и красота и еще один набор дименшинс вышивала я его одним из первых и это один из моих самых любимых что ж такое наборов потому что это мне кажется был то ли второй то ли третий дизайн который я вышивала здесь у меня вообще просто на колбашу на такого что даже страшно приближать во первых у меня крестики здесь в разные стороны когда это кончила вышивать я не знала что все крестики идут в одну сторону закрываются но опять же не смотрел вышивание youtube я просто купил набор на амазоне мне так понравилось но какой красиво я очень люблю женщин очень люблю в смысле женщин вообще люблю на данных но люблю женщин вышивки женские картины женские образы в общем мне это все так нравится я очень хорошо к ним отношусь да мне мне вообще есть какой-то трепет вот к всему такому и я купила и просто начала вышивать но конечно да видите здесь просто трындец но я думаю у каждого из первой работы и ну чё их уже стыдиться уже уже дело сделано но жалко конечно что такие красивые дизайн я начала вышивать самым первыми они у меня корявыми получились но ничего страшного вдалеке так вообще вот еще смотрю ничего не вижу вроде все нормально единственно что меня одно время не устраивало казалось ее плешь какая-то но потом я даже 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 хорошо к этому относилась лет конечно же такая испанка которая вдыхает аромат цветов кстати дизайн называется по-моему аромат лета и у нее есть у dimensions подружки но они все идут в голд коллекции и я бы очень хотела вышить мне очень нравится девушка с цветами тоже с таким вот чокером с красной юбки в белой блузке обожаю этот дизайн мне кажется это один из самых красивых женщин у dimensions но к сожалению ушивается на 18 иди надо будет заменять ее на 16 потому что я не хочу ушивать на 17 поэтому и не покупать дизайн мы кстати я не знаю сняться производства нет но я его давным давно не видела вот в общем примете я распродала половину своей коллекции dimensions потому что очень очень дешево наверно по цене мелохила и сейчас понимаю зачем я это сделала мне опять хочется покупать dimensions потому что время идет и вкусы с одной стороны меняются а с другой стороны не меняется то есть отношение dimensions у меня такая же любовь трепет и до сих пор хочу его вышивать да может уж они так часто потому что они трудоемкие и большие но очень-очень люблю вот это были по моему все большие вышитые работы от dimensions которые у меня не оформлены сейчас вам покажу работы которые хранятся у меня на вешалке их очень много они все классные классные в общем смотрите какое огромное количество в общем давайте их скорее начнем смотреть сейчас подумала что наверное было бы классно снять видео с вышивкой которая находится у меня в небольших долгостроек потому что у меня тоже есть несколько наборов dimensions но наверное уже сниму потом смотрите здесь какое огромное количество работ в общем это просто услада для глаз я обожаю это рулонный когда мне грустно я всегда иду и смотрю свои вышитые работы вот сейчас смотрю понимаете настолько затискал этот дизайн что здесь у меня даже зайчик отваливается давайте буду показывать понемножку по одной работе первая работа это шепардс буш с пытающим ускользнуть зайцем вот такая вот садовница я знаю что многие любят многие не любят шепардс буш но я отношусь довольно таки фанатично скажем прямо я люблю этого производителя мне нравится сам дизайнер мне нравятся наборы мне нравятся схемы мне нравятся нитки мне нравится все но не не все дизайн то есть некоторые дизайн они довольно таки засвечены и мне это не очень нравится поярче я конечно люблю вот первая такая садовница вышивалась очень просто быстро смотрите здесь вышивать нечего но купила я и только из-за паспорту и сам красивый конечно дизайн у него есть пара пару наверное вышивать не буду потому что хватит одного дизайна так это первая работа дальше буду показывать вам стопку с которой у меня так все лежит поэтому разнобой наверное сейчас пойду дизайн который вышивал совсем недавно вот это виктория сэмплер такой красивый сэмплерок панелька мой первый хардангер первый и кривой но ничего страшно здесь я училась поэтому поэтому вот что есть то есть в этом году у меня запланировано очень много виктории и я конечно же буду ее вышивать потому что она невероятная в нее просто влюбилась кстати хочу сказать что у меня нет ни одного высшего дизайна от lanarte представляете я никогда не ушел от производителя но я купила себе один набор потом вам его покажу и начну знакомство с этим производителем хотя вот еще смотрю понимаю что мне так много там схем нравится не знаю даже что и делать но теперь вернемся к виктории в общем вот виктория вышивалась шелком я обожаю шелка и сейчас я вышиваю дизайн от джаснен в dmc также там есть конверсация конвертация в шелк и я видела шеф шелки мне очень нравится намного в шелке нежели чем димси но я вышиваю димси не расстраиваюсь но в шелке конечно выглядит покрасивее дальше следующая работа это шепард буш комодик так немножко засвечивает ткань она розовая не знаешь как вам показать но верьте на слово вот такой вот шикарный комодик который вышла совсем недавно обожаю вот это вот часть мне кажется она самая самая красивая не знаю почему трогите тут ничего нет одинаковые стежки но мне так нравится этот узор я просто балдею вот еще есть такой рождественский комодик я не знаю буду покупать нет я много чего хочу но также у меня много чего есть мне хватит еще лет на 10 своих запасов поэтому я еще наверно куплю наборов 20 и успокоюсь вот так это второй дизайн кстати мне очень нравится здесь я уже сказала да наверное вот эти вот пуговицы материалы у шепард буш просто обалденные и кто считает что они стоят очень дорого скажу честно я не совсем согласна они дороговаты да но здесь обычно в наборах шепард буш хватает обычно еще раз повторю не так на два отшива бывает чуть-чуть не хватает на 2 на 2 отшива и это шелка здесь классная схема ресайкл ресайклин поэтому очень приятно и пользоваться лен шелк в общем ну просто песня дальше моя на на самые люби одна из самых любимых последних работ в общем хотя бы все работы любимый что-то наговариваю это виктория сэмплер лавандовые сердца очень красивая работа это мой второй хардангер как видите он получился уже намного аккуратнее очень нежная работа цвета кстати передаются чуть-чуть поярче не знаю почему так ну да ладно она очень нежная но такая нежная просто обалденно здесь у меня был пак пока хватит на полтора чего точно на 2 тут не хватит парочку цветов что-то может не хватить бусинок но кто хочет вышить этот дизайн то в принципе можно вышить его по остаткам пока я бы с удовольствием покупала бы остатки пока только найти бы где очень красиво барджела такое обалденное нитки с переходом шелк над видите да как шелк блестит я вижу переходы шелка вот это вот одна нитка посмотрите галориана какая она красивая обалденная галориана вообще просто потрясная нитка дальше это сэмплер от джаснен это был наверно мой самый первый сэмплер от джаснен потому что я вела в магазине мне так понравился и мне показался довольно таки простым я его купила начала вышивать он вышивался меня подбором единственное что у меня по ключу точно был лен который здесь использовался это у нас уже снятый лен с производства он ярко-розовый зачем показ таким нежным чем здесь я подбирала все на глаз бисер мне очень рад что у меня получилось кроме хана вот этой вот части здесь наверное я вот все выполняла строго по схеме не закрыла квадратик один но потом подумал что я так сделал надо было закрыть ну да ладно уже переделать не охота вот здесь такие бабочки красивые стрекозки вот этих вот стрекозок я только недавно приклеила пчелок точнее приклеила пришила мне прислала моя подписчица соседей день рождения сегодня конечно видео не выпущу но вот с днем рождения очень красиво так все выглядит здесь мне очень нравится вот это стрекоза точнее гусеница очень горы стрекоза не знаю чем гусеница она вышивается шелком кэрон ватер линдис в цвете пистаччо над фисташком цвете очень красивая нитка с таким классным переходом от салатого к фиолетовому и бисер красиво видите это бисер мелхилл и он такой неоднозначный такой фиолетово с голубым очень красиво выглядит и я прям обалдею пчелки какой-то узор и вот еще один узор красивая работа ты начинаю вот так вот нара лучше передается цвет она пить такая розовая прям розовая розовая красивенькая люблю сэмплеры они какие-то такие знаете интересные но сложные дальше еще один сэмплеров от шепардс буш от джасне вышивала я его оригинальным паком здесь у нас шли нитки по моему кэрон шел да кэрон шел и бисер вот я все вышивала как есть только заменила основу оригинале этот дизайн вышивается на конфидент грейль не таком серовато-голубом и дизайн получается весенним у меня же как мне кажется он получился такой летний соломенный деревенский дизайн мне очень нравится я люблю когда сливаются нитки с основой это как-то так винтажная и красивенько выглядит очень я люблю и когда такая основа соломена и белые белые яркие цветы мне кажется это красиво так интересно что в один год нам нравится одно в следующий год другое в общем может через пару лет я скажу зачем я вообще вышла на это надо было вышивать на голубой глубами тоже очень нравится я видела шифон просто бесподобен дальше идет шепардс буш обожаю это дизайн опять здесь розовая основа наверное покажу вот так она даже розово-сиренево видите вот такая темненькая очень красивый пастух такие вот классные все элементики цветочки курочки здесь мне очень нравится вот этот вот узор и мне очень-очень нравится этот корзинка с яйцами посмотрите какая красота просто обалденно ну и овечки зайчикам вот в этом кстати дизайне осталось очень много ниток сто процентов хватит на второй шифр я даже удивилась что прям очень много осталось так как эти дизайн вышиваются в одну нить мне кажется точно на два с половиной набора хватит вот вот такой красивенный дизайн шовчики разные я такой человек который раньше боялся всегда пробует новое вышивки я вышла только крестики и попробовать что-то новенькое это было очень-очень страшно даже лен я долго не могла попробовать но потом меня как понесло и до сих пор заносит теперь мне так нравится все это интересненько и пробовать и я уже ничего не боюсь последнее что сложно я хочу пробовать это хардангер после хардангера все теперь я уже считаю себя опытной вышивальщицей дальше еще один шепард показываю их очень близко потому что они такие аккуратненькие маленьких они засвечиваются их надо рассматривать как-то вот близко да вот очень миленький дизайн я как увидела все спать не могла надо срочно было вышить его очень красивый нежный 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 в принципе совершенно ничего не понятно что есть стихотворение ангелочек летит сердечки но мне он так понравился мне так пришелся по душе мне кажется оформленный дизайн и будет просто обалденно но у меня есть свои идеи я не хочу оформлять их в рамки я хочу все вот эти маленькие панельки их у меня много я хочу оформить в белл пул и менять их иногда что захочется на менять очень часто шепард будешь кладет вот такие вот сердечки я их просто обожаю хотя и звездочкой на хотя в принципе здесь можно было и без них обойтись потому что здесь звездочка вышивается в принципе это сердце звезда не надо и здесь тоже самое вот ну или можно было бы сделать из-за бисеринок то есть она не совсем уж только оправданным ну красивый такой рождественский дизайн обожаю обожаю эту клеточку вот этого ангелочка сердечко я люблю люблю дальше моя небольшая мечта вообще все дизайн которые ушла я все мечтала всех очень люблю и нежно нежно обожаю даже так скажу вот это вот такой классный классный снеговик он просто обалденный посмотреть какие здесь интересные элементы но невозможно невозможно не в него не влюбиться вот шелк он конечно он и в африке шелк смотрите как он красиво переливается вот разбаловалась я конечно переждимся даже ушивать не хочу цаца но правда ну посмотрите как красиво ну как можно себе отказать удовольствие вышивать вот таких вот маленьких хорошеньких не знаю сладеньких дизайнов люблю люблю вся эта мелкота такое детство но мне очень нравится вот шарфик варюшки ой вообще вообще просто супер нравится мне эта нитка вот одна нитка на такая красивая вообще все эти переходы просто супер люблю вишенки вышивки почему-то заметила идут недавно видела тоже набор с вишенками сразу купила потом в наборе их там вообще чуть-чуть там вообще абсолютно другой как бы сюжет и не с вишней на и ловишню так надо брать надо брать дальше это был второй дизайн уж от шепарда которая вышивала первый был батончик второе вот это вот сердечки честно скажу мне дался сначала сложно потому что еще не понимала что это такое отшивки нигде не было но потом я распробовала и поняла что все жить без этого не могу люблю люблю не могу вот здесь частенько бисер так приминается но я думаю можно подправить вот цыганские сердца как мне кажется это один из самых красивых дизайнов на мой вкус на очень приятные из такие переходы в каждом сердечке первым сиренево с розовинкой груши такие прикольные вышивать было сложно вообще не понимала как вот это вот что делать то чтобы первый мой набор и я отшивка вообще нигде не было очень мало и я находила фотографии в гугле и в инстаграм и давай вот смотреть как только вышивает сколько клетчика отступает как что чтобы делать то же самое миллион раз переделывала но вроде получилось неплохо вот сейчас то многие их вышивают поэтому поэтому классно я очень-очень рада дальше покажу еще одно сердечко от шепардс буш с примятой лентой ну уж простите пожалуйста утюгом примяла ее очень нежный дизайн знаете шепардс буш как и мелхилл он немножко на камеру не передается все кто вышивает мелхилл они понимают что он блестит сияет и вот так же шепардс буш на самом деле он не такой бледный мне такая бледная поганка он чуть поярче но вот именно вот это дизайн он очень нежный он прям белый белый и здесь конечно тем кто любит яркие цвета здесь конечно не хватит яркого цвета нам скажем так но я люблю и нежная люблю яркая но дизайн красивый я думаю если подобрать красивый паспарту то он конечно заиграет здесь можно подобрать яркую основу и в принципе коричневый например даже и дизайн уже будут конечно выглядеть совсем по-другому не будет выглядеть бледным поганкой но мне нравится цветовая гамма здесь поэтому я все люблю здесь видите какие интересные стежки я уже давно не вышивала шепардс буш ну да месяц не вышивала шепардс буш и уже подзабыла как что делать а когда ты его вышиваешь нон-стоп то просто шпаришь вообще не глядя этот дизайн можно больше за два дня здесь кстати я ошиблась и переделывала вот это за час все быстро переделываем все быстро легко лента здесь должна так завиваться красиво обязательно буду оформлять когда-нибудь и она будет у меня тоже завиваться вот очень красивая и кстати называется этот дизайн вишневое сердечко хотя если честно здесь вишни особо не вижу вот это надо вишенки но мне кажется больше грушки какие-то дальше еще один шепардс буш алфабет баскет есть похожий дизайн у шепарда чуть-чуть другой вот сверху да но принципе корзина такая же и просто птичка сидит по моему здесь а здесь уже надпись но я выбрала вот этот кто мне больше приглянулся хотя и тот нравится мне все нравится я люблю я бы все тут вышивала в шепарда ну почти все он интересный классное сердце вот это потом такой узорчик как знаете как сэмплировочки такие небольшие сэмплы можно попробовать этот узор можно пробовать этот этот здесь этот красивая нитка с переходами шелковая нитка видите как сразу блестит по-моему здесь использовались также нитки джентл арк если меня не ошибает память то здесь не все мне кажется шелка может все очень плохо помню вышивала в том году все шепарды которые вам показываю вышивала в 2021 году потому что я в январе попробовала и все я влюбилась и за год их на вышивала в принципе я вышла много я не жалею но у меня упор был на рулоны на подушке поэтому рулонов у меня много вот классные пуговицы принципе можно вышить подбором ничего не вижу в этом зазорного пуговички такие продаются да можно и любые подобрать но мне нравится вышивать по наборам дальше покажу вам джасны вышивала тоже в этом году girls night out классные такие ведьмочки давно и хотела здесь я вышивала на муране цвет по моему нуга и ну как понимаете да она серая кажется на самом деле она коричневатая я сейчас смотрю вообще кажется что весь леон он в принципе один тот же но нет отличается есть такие же ведьмочки только там чуть чуть-чуть чуть-чуть другая цветовая гамма и также есть шляпка и это серии redhead stitcher по моему я выбрала вот эту потому что у меня не было шляпки я вышивала подбором здесь посмотрела видео мы рельки и повторила сделала голубые крестики клейником они синий ниткой захотелось синий клейник добавить что все это больше блестела волосы и сделала розовые в принципе все остальное вышивала по ключу ну прикольные девчушки единственно здесь бы я наверное еще больше добавила бы клейника мне кажется вот здесь лицо не лицо надо синий ты такой желтым для клейниковый лягушек можно зеленым клейниковый что очень хочется мне здесь какие-то блесток почему-то вот такие вот девчули вышивала быстро интересно вообще легкотня эти были для джоснет потому что джоснет такие довольно таки сложные дизайны дальше покажу вам наверное тоже мой самый любимый дизайн от шепардс буш это вот такая вот софия софи роза это самый грустный мой и самый любимый дизайн потому что у меня потек я его перешивала два раза вот и где-то у меня не помню хватило ниток не хватило в общем здесь она должна быть от платья чуть чуть поярче и бэк не должен быть таким ярким но я все равно оставила как есть потому что я очень очень люблю эту работу и не хочу ничего не менять обожаю в общем но не советую стирать в горячей воде я именно стирала горячей когда я стираю в холодной ничего не происходит а когда в горячий цвет потек вот видите эта крыша она должна была быть зеленая она стала у меня голубой но я перешивать не стала вот обожаю обожаю вообще это самый мой наверное любимый дизайн я не знаю даже почему догадываюсь какими-то личными ассоциациями но я его очень люблю и если когда буду оформлять эти работы то вот этот дизайн будет один из самых первых в оформленных вместе с этим это парочка питер куда же без питера здесь тоже смотрите какая красота я его люблю сильно даже ничуть не меньше хотела сказать но мне кажется все таки дамочку я люблю побольше очень классная стрекозка вообще такая обалденная к этому питеру есть роз такой же стрекозой он у меня тоже есть буду вышивать потом покажу там стрекоза чуть чуть поменьше она такая классная по качеству просто обалденная принципе можно даже без нее обойтись но она такая халюся и вообще обалденная здесь много разных швов я их вышивала один за другим сначала софи потом питера вышивается очень просто легко я не знаю просто легкотня главное главное разобраться вот я не знаю показали да я здесь эти шовчики но этот дизайн мне показался попроще потому что видите здесь идут как бы крестики так вот выгол здесь идут крестики 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 здесь же идут разные шовчики вот такой вот шовчик вот такой вот такой вот мне очень нравится с ним всегда очень выигрышно шелк выглядит подблескивает и вот такой здесь вообще я не понимаю что я делаю вот вот такая вот красота дальше идет у меня помню чтобы вы сказать закончила показывать стони крик такая вот дамочка ваня вышивал на молочном milk chocolate на молочном пермини это по-моему 32 каунт красотка одно время мне так нравился стони крик я думаю я бы еще просто половину всего что там есть по моему это стони крик если ничего в этой памяти да вот и мне так хотелось столько всего вышить но чего-то сейчас я уже отошла и уже не очень хочется хотя определен там нравится мне некоторые дизайны но руки до них не доходят здесь такая классная нитка это был не крестик это какой-то металлик я помню как он был дорогущий 7 долларов он стоил я в магазине покупала бежала домой бегом вышивать садилась и мне так нравился и сначала криво ложился потом я начала вышивать столбиком и но видите так довольно таки ровненько у меня лег но вышивать им было сложновато вот такой ноготь смешной накрашенной дамочка отдыхает есть еще похожий дизайн продолжение только здесь есть уточка я бы с удовольствием еще вышла уточку но просто тоже и некуда хотя сейчас понимаю наверное утка здесь может даже сюда нужно чтобы выглядело все как-то не знаю поприкольнее блестить это красиво классный дизайн мне он нравится скажу честно но оформлять наверное не буду дальше диван шанс это дамочку я эту дамочка вышивала в этом я в том году 2021 цвет такой кофейный опять же не передается кажется это светло-желтым вот вышивала я ее своим подбором потому что я мечтала очень давно мечтала заполучить этот дизайн и все было никак он был снят с производства и я просто вышла подбором собрала все нитки которые у меня есть вытаскивала вот этот цвет 12 по 389 может не ошибаюсь потому что 12 10 75 с разных дизайнов и все и вышло еще мне много остатков диван шанс поэтому не стоило труда здесь я делала корзинг ниткой перле потому что мне не понравилось как и делается нитками димэншн в общем я решила что всегда терпу делать нитками перле это было мое открытие она мне так понравилось я очень рада тому что у меня получилось бусины я стащила у другого дизайна у викторианской леди она называется victorian шарм нет victorian elegance у нее там еще ленточки на голове такие в общем ее тоже буду вышивать красота красота нравится не могу красивое платье обалденное смотрела титаник и вышивал туда мы кстати обожаю титаник и мне даже с наборчиком хочу его вышить как-нибудь надо за него взяться но я хочу не просто такого вышить я хочу его вышить поехать в музей титаник у нас есть штатах музей титаник но за него умеет лететь часов пять и но он классный но я же не могу туда полететь и просто так походить посмотреть да я хочу еще и выше чтобы сфоткаться хотя бы на входе потому что внутри по моему нельзя фотографироваться но я знаю что там так все классно оборудован так как на корабль заходишь и у тебя билет как будто бы на билет на титаник и там очень много разных старых очень старых вещей станет а также там есть зал который оборудован как именно как в корабле с такой винтовой лестницей потом на этом билете у тебя есть имя человека какого-то и ты в конце когда проходишь весь музей огромный ты идешь и там у тебя высвечивается на табло жив был этот человек спаси он или нет в общем очень хочу побывать в этом музее проблем это нет проблем туда слетать да то есть вообще билетом еще стоит какие-то копейки на 25 долларов по здесь не по здешним меркам по 25 ну может 40 но проблема в том что я хочу вышить титаник и туда полететь я не хочу просто так лететь в общем вышел и плечу мне кстати очень люблю тему нет магнитики есть и карты в общем чего только нет и журналы я все собираю люблю мне нравится очень дальше моя наверное одна из самых любимых работ сейчас смотрю основа просто отвратительно передается желтым цветом она коричневая красивая красивая не знаю как я показать даже вообще не передается передает с кем-то пятнами некрасивыми но да ладно это мурана с разводами это дамочка не помню откуда какой бренд прерискула вышивал я два года назад полтора чтобы быть точной эта карта кто не понимает да это дама и у нее в руках вот сердечко такая королева обожаю я обожаю эту работу очень хочу ее оформить и вышивала ее подбором нитками джентл арт все это платье с переходами но кажется здесь плоховато видно в принципе можно увидеть два сложения и здесь вот эти два сердечка по-моему это димси у меня меланжевые были все остальное вышивала по ключу нитками которые у меня были помню джентл арт может еще и кстати воркс вот просто очень некрасивая желтая передается ткань поверьте она не показать она очень красивая коричневая просто обалденная такая даже прям ярко-коричневая на мелко чоколад похоже вот очень 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 красивая карта одна из моих самых любимых работах я уже сказала так уже такое громко что он показала дальше начну очень продолжим следующие работы это будет у нас сэмплер мэри мотош этот сэмплер вышит у меня подбором я вышивала его в том году это репродукция красивенная просто вообще я его обожаю ткань опять же не передает мне кажется мне уже даже не стоит говорить о том что ткань не передается потому что это и так понятно на самом деле телефон все очень засвечивает она больше такая чайная что ли вот это такая вот дама вышивала в одну нить всем что было своим подбором это dmc gentle art wax dye works color 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 wax или как он называется уже забыла эти нитки прекрасная дама я знаю что вот эта дамочка этих дам раньше часто вышивали и похожий дизайн есть у компании hands across dc сэмплерс там она сидит и я очень хочу вышить и вообще я хочу учить коллекцию этих дамок там много наверное 6 штучек очень хочу я просто их обожаю и конечно же буду вышивать также есть у джи а родно две две дамочки и одна такая в платье стоит вот я и очень хочу потом вышить есть еще какие-то другие дизайнер в общем люблю люблю не могу и просто обожаю да по моему оливковая ветвь я читала вот это вот розочка красивый дизайн вообще просто супер оригинал находится в музее филадельфии я была филадельфии но не была в этом музее все было во многих музеях но там не было может когда-то была но уже ничего не помню что этом видела очень хочу еще раз поехать вместе с этим сэмплером и посмотреть на оригинальную картину мне кажется просто шикарно выглядит люблю сэмплеры но не могу сказать что я хочу их вышивать постоянно нон-стоп и только их я немножко от них устаю потому что вышивая их на 40 на 36 каунте и глаза устают и хочется немножко отдохнуть дальше тереза когот вышивала в том году тереза сделала много шума все ее вышивали она как-то такая резко ворвалась нашу вышивальную жизнь с ангелочками который мне очень нравится больше всего мне нравится по моему первый ангел это который светленький такой как мне кажется с хвостиком вот я бы его вышила с удовольствием но я не хочу вышивать сложные дизайны я хочу вышивать и наслаждаться наверное не настолько нравится дизайн чтобы я потратила на него такое количество времени и сил потому что разработка я видела в этой схеме конечно ахтунг хайет очень много одиночки я пока хочу вышивать и кайфовать очень красивый дизайн единственное что у меня получился абсолютно не так как должно было получиться дизайн должен вышиваться на 36 35 каунте это метод 6 в 2 сложения нити и цвет основ даже быть салатовым я здесь взяла винта шмока мне не очень нравится что у меня получилось если не знать что это треза кого-то не смотреть реальный отшив то мне очень нравится да то есть сама по себе такая стильная работа мне кажется будет очень классно выглядеть я люблю такие вот простые примитивные дизайны но реально стильно выглядит но вышивать ее не знаю надо было наверно все таки по ключу дальше огромный сэмплер который мне просто не влезает в кадр когда хотел сфотографировать его для своих соцсетей даже не своих соцсетей скажем даже так он мне никуда не влез и я его конечно же не сфотографировала вот это огромнейший дизайн просто огромный от scarlet letter нет scarlet house 7 овец сэмплер в общем прекрасный любимейший мой дизайн вышивал на 40 каунте эдинбурга здесь просто невероятно много деталей он сложный он очень легкий но сложный в плане того что он огромный был на обожаю туда просто супер ключ было в dmc шелки и в чем еще у нас был в джентл-арт я купила все нитки джентл-арт эдинбург и начала и начала вышивать скажу честно это у меня простой такой цвет самый такой ходовой наверное я уже не понял как называется надо было вышивать на темном рне потому что мне не очень нравится как выделяется вот этот вот зеленый оттенок я этот этот сэмплер вообще пробовала оформлять я купила рамку она прям идеально подходит и я вам даже на вставлю фотографии сейчас покажу это было буквально недавно пару недель назад но почему-то подумала что может еще чуть найду и таки решила его не оформлять в эту рамку здесь рассматривать можно много-много чего он красивый яркий интересные такие цветочки вышивала в одну нить вот как сейчас помню это центр распортил мне глаза вот это 1825 год репродукции жить кто-то 14 лет вместе был и сердечки еще после столько лет ставит это шучу конечно ну красиво красиво здесь конечно раз самый красивый элемент это вот зовут дерево дерево и к старый губ и парочка под деревом красивый дизайн очень-очень не могу просто это смешная белка такая прикольная мне нравится я люблю такие вещи ты я очень много чего люблю я обожаю вышивку поэтому я такое довольно таки всеядный человек в этом плане мне нравится все так это дизайне храню вот так дайте покажу свою изнанку никому еще не показываю вам покажу вот как видите она такая ну такое себе на скажем так так убираю чуть-чуть подальше можно было бы поаккуратнее вот следующий дизайн это лавандр эндлэйс очень красивый лен который передается лен такого сырого цвета темный и на контрасте очень красивые литого шуба просто обалденно выглядит обожаю этот дизайн мне кажется он просто невероятно красиво украсить дом к рождеству любой дом супер ну супер я не знаю что сказать еще вы сами все видите посмотрите как красиво выглядит этот бант он просто объемный такой красивый а шуба-то какая шуба опряжка посмотрите как она блестит свечечки тут у меня видите немножко лежал дизайн никакой натяжки нет немножко сдвинулась бэкстич ну да ладно очень 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 красиво я вообще собиралась каждый год посадить и вышивать от лавандр эндлэйс потому что я в них влюбилась и я хочу их все естественно но но в общем так все и канула в небытие мое желание очень красиво получается я просто вообще я балдею от вот этих вот переходов цвета три цвета а результат просто шикарный просто шапка с астралистом кисточки такие свечки варежки очень интересные знаете здесь дизайн вообще лавандр эндлэйс вышиваются очень просто логично интересно и здесь большие участки одним цветом и мне это так нравится то есть я беру красный цвет и пошла под какое-то видео мне невероятно понравился вышивать этот дизайн единственное что вот это вот полушубок да вот эта белая часть это просто вообще вырви глаз мне надалось тяжело вот эта борода здесь рукав еще куда не шло ну сложно вышивается я вообще раньше не любила светлые оттенки вышивки особенно белые здесь очень много разных одиночек да таких вот желтеньких и меня это просто раздражало ну да ладно что же говорить о раздражение дизайн просто волшебный люблю люблю вот честно всем сердцем и мне кажется его нужно оформить так дорого богато прям какое-то не знаю замшевая правильно говорю замшевая наверное да велюровая паспарту наверное все таки не замшевая ну да ладно такое зелененькое я вижу с каким-то красивым паспарту чтобы оно висело и радовало глаз дальше еще один дизайн вот баттернет рот плюс-минус то же самое да потому что как мне кажется это один тоже по-моему производить ну это что один тоже дизайнер вот амиши войсов шепард нравится ли эта тема я уже миллион раз говорила и рассказывала и показываю как живут амиши эта тема мне всегда была интересна даже не знаю что еще сказать просто классный дизайн вышивалась здорово вышивала в том году такие вот овечки девочка мальчик домик забор этот забора я обожаю просто обожаю он просто невероятный нет вышивала два года назад 1020 получается вот дерево надписью шепард красивая вот сказать честно сейчас бы уже с моим наверно новым вкусом наш вкус просто меняется наверное я бы не вышивала это дизайн потому что столько всего интересного появилось что мне хочется попробовать но с другой стороны я вот смотрю по ним нет наверное все таки бы все равно и вышивала но я помню когда я вышивала я наслаждалась каждым крестиком я просто я так так хорошо время с ним провела он такой простой он такой легкий он такой интересный есть на что делать деревья да тут много довольно таки одиночек можно запутаться но я думаю ничего страшно даже если запутаешься вот нравится такая форма сердечко мой новащим просто классный классный тоже вышит на таком же сыром льне который отсвечивает но дизайн красивенный дальше первая моя миробилия точнее даже это нора корбит и на так и ни разу не вышивала миробилию это вот такие вот подружки девчонки что сказать так это был первый мой дизайн вообще это первая моя вышитая работа на льне или 2 1 1 1 была отказа у кого кипал подушка это вторая работа вышита на льне и первая миробилия первые я попробовала бисер впервые пробовала миробилия только-только начала вышивать там прошло на полгода я сразу откопал этот дизайн начал вышивать и что хочешь сказать криво косом то любима этот дизайн вообще выполнять на льне по моему перми такого оливкового цвета и вот еще смотрю я бы вышла тоже его на оливковом таком льне мне кажется было бы вообще потрясающе красиво гармонично но в принципе на сыром цвете мне тоже нравится яблоки я обожаю эти яблоки какие они красивые эти цветочки розочки яблочки у миробилия это просто вообще мои любимые переходы тоже на вот такие это вообще мне кажется это просто это очень красиво для меня вот они стоят такие девчушки под деревом дружбы сейчас смотрю и понимаю что этот ниточка который связывает в принципе можно было даже к их светлым головушкам и проделать эти вот нитки просто оставить как вот как веточку ну да ладно они вот связаны навсегда ну что сказать здесь 32 каунт я вышивала на руках без пялец представляете в то время даже пялец не было чтобы вы понимали какой у меня уровень был но мне очень хотелось их вышить и как сейчас помню бежала за нитками за бисером и мишка за вас стоит так дорого там не знаю сколько 50 долларов на него потратили 60 и думаю так дорого так дорого сейчас смотрю вот катя что дорого виктория сэмплер сколько стоит этот вообще ну или на бороде бенчинс да раньше тоже казались таким дорогими прям такими ну что хочется мне заново его пережить потому что он выполнен просто очень неаккуратно но с другой стороны я смотрю и понимаю что но это же то время когда я вышивала его так и так хотела и он такой нежный такой девчачий и опять такие теплые воспоминания когда только начинала вышивать смотрела запой на youtube еще потом открыла для себя мир миробили там столько красоты было я думаю боже мой я все это вышлю хотя сейчас там не довольно таки мало миробилица нравилось мне очень нравится из русалок синей бороды до сих пор нравится потом мне нравилось дамы на подушке спящая красавица такая на перинах разноцветах и мне очень нравится с розочками что же мне еще там нравилось начинаю вспоминать и понимаю что блин не слушайте мне это все нравится и мне очень нравится с луной такая на луне спит потому что там сиреневые оттенки сиренево-розовое люблю хотя на самом деле мне много чего нравится но вот не знаю вышивала бы сейчас или нет это спорный вопрос но вот кстати lavander and lace мне нравится схема с вами нравится почему-то невесты я раньше не любила вышивать белым цветом а теперь я смотрю по им боже такой красота так изящно выглядит я бы даже вышла вот следующий дизайн это вот такой вот известный сэмплер розовый вообще я хотела вышить сначала медовый не знаю как так получилось но я начала вышивать розовый и и все и так и не завершила эту работу и не не начал не начала медовый очень красиво мне далась тогда эта работа очень сложно сейчас я думаю я бы вышла и на раз-два вышивая быстро и сейчас так мне кажется легко после того сколько работы я сложных вышила и всяких шовчиков одиночек хардангеров мне кажется я уже совсем справлюсь но тогда эта работа мне далась сложная вот эта вот часть я думала я просто вообще-то не знаю сейчас такое выражение скажу конькет брошу пока вышиваю вот и да далась мне она сложная тут еще у меня французики были довольно таки неплохо сделано вот эти бутоны довольно сложно это уже мне далось полегче в общем я начала самого сложного пошла вот так пошла сюда вышла по вот это все потом здесь и вот где я дальше вот я продвинулась мне удалось попроще кстати этот дизайн у меня будет я начала его знака только начала вышивать через месяцев восемь да наверное то есть тоже один из первеньких и потом через год я только я начала вышивать вот эту сейчас на участие что хочу сказать что настолько отличается качество крестиков то есть с каждым годом я все становилось ровнее красивее аккуратнее но французики здесь а вот этого второй набор где училась делать французские узелки но это конечно еще то удовольствие конечно их по-хорошему надо все распустить и заново аккуратно сделать но я не планирую сейчас на оформлять эту работу смотрите какие сложные бабочки наш общий капец вот но пусть пусть лежит и напоминает мне о том хорошем времени надо было вышить ее на молочном шоколаде например не так бы она была бы поярче но в принципе такой лен он чайного такого оттенка не слишком светлый тоже сюда мне кажется подходит но на молочном было бы красиво хочу вышить конечно же медовый но пока мы планируем дальше это я вышивала по книге на точку журналу дальше все тоже журнала cross stitch country крафт я вышила вот этот сэмплер как вообще я решился вышивать я не знаю чем я думал чем руководствую на тот момент я решила что каждый год буду вышивать подхлой работе с этого журнала чем думала не знаю но я люблю тему средневековья принципе мне интересно про это почитать посмотреть и тогда что-то я тогда я была во франции видела там разные замки несколько красивых это что вдохновилась я прибежала приехала домой прилетела и давай искать какие-то дизайны замками и я бы вспомнила что есть такой журнал где есть замок вот я решила что я его начну и начала и вышла очень быстро кстати здесь просто море бэкстича мне кажется он похож даже на сэмплер вдохновение от розовых мэра потому что вот это вот эти вот ветки они конечно то есть удовольствие вышивать но я поняла что сэмплер вдохновения вышивать не буду хотя я его вышел он просто обалденно выглядит просто очень красиво в магазине висит он огромный красивый просто шикарный но вышивать не буду вот ну по примеру сейчас в этом сэмплере здесь только крестик даже пол креста нет креста димси крейник все больше ничего такого здесь интересного нет выглядит как глава со старой книги основности желтоватая вот есть я не знаю к нему пара даже две или три пары и вот я раньше хотела и чтобы ну куда куда мне это добро посмотрите сколько здесь бэкстича это просто вообще это просто убийца можно очень много и больше всего мне бэкстич замучил на вот этих вот листочках здесь очень много четверть крестика да то есть там по моему четыре уровня это третий уровень или шесть уровней он был четвертый короче он был сложный и ну да сложный то есть одиночки мне так отдались непросто но как-то его быстро вышло все равно бэкстича здесь конечно огромное количество вот куда ни посмотри куда ни глянь здесь везде бэкстич мне кстати быстро сделала вот дамочка такая из того что дизайн старый и здесь бэкстич он такой квадратичный и ну да мы конечно такая забавно выглядит забавная она с нитками сидит с птичкой вот мне очень понравилось вышивать мне очень не нравилось вышивать креником но мне очень нравится получается результат вот я не знаю еще людей которые бы выше ли это центр интересно на них посмотреть как они могли решиться на это собак такая вот в старых до работах видно что цвета не слишком близко подобраны друг другу то есть так прям ярко зайчонок зайчишка да помню что меня из всего больше раздражало делать бэкстич вот в этих вот цветочках ну это знаете как-то довольно таки быстро он прошел ну да вот здесь 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 везде просто везде смотрите какая улитка ползет сейчас смотрю даже не заметила змея здесь можно просто сидеть и рассматривать еще бесконечно дизайн ну слушайте все таки симпатичный такой вот симпатичный шахматка красивая вот симпатично сейчас уже не вышла дальше идет дизайн просто вообще one love от виктории сэмплеры цвет амбер очень красивый оттенок засвечен передать правильно но он очень красивый даже не знаю что еще сказать я о нем снимала тоже видео потрясающий набор был у меня оригинальный пак шикарно вот здесь вот так вот хорошо цвет ну не то что хорошо но получше передается здесь тоже невозможно не влюбиться посмотрите какая красотень это был первый мой дизайн это виктория сэмплера я просто потеряла голову любилась и поняла что я тебе всегда буду вышивать викторию сэмплера единственное что она дорогая сразу но что делать что делать вот это вообще такой сложный элемент у меня так сложно дался и вот так долго шесть раз переделывала потом уже думаю да пусть будет как будет какой-то подсолнух вот очень красиво красота ленты эти такие красивые посмотрите элементы все просто вообще просто фантастика я не могу налюбоваться и сижу и просто тащусь очень красивый дизайн вышивала я его в этом году точнее в том году начала и в этом году закончила вышивала очень долго на три месяца хотя в принципе тут можно вышить его и за неделю вышивать здесь мало есть что сложный этот дом ну не то что сложно тут легко в смысле сложно долго вышивается все остальное это просто легкотня но схема у виктории это просто целая книга и пока я их разобрала пока я ее разобрала уже прошла целая вечность вот но я смотрела видео смотрела отшивы и повторяла дело то же самое люблю люблю этого дизайнера я вот так сидела думала что у меня на самом деле не так много паков у меня есть может 15 я прикупила еще конечно много чего хочу и думаю что если что вышив димси а потом сейчас смотрю на эту работу и понимаю как она красиво переливается на блестит и наверное хочу вышивать в шоке вот сижу вечно так вот и мучаюсь понимаешь наверное буду вышивать шоке хотя хотя в димси тоже выглядит красиво я уверена если правильно подобрать оттенки вот особенно эти листочки но мне нравится шок шок прям такое удовольствие вообще мой набор с красота жака только отсвечивает платье сделано французскими узелками это дерево все такое клевое обалденное здесь все обалденно эти эти цветочки но это сложная работа это просто одна из самых сложных работ которые у меня вообще была дальше покажу вам вот такой вот дизайн это плам стрит сэмплэрс люблю этого производителя нравится мне американская тематика даже не знаю что сказать классная корова люблю деревенский такой стиль особенно деревенский примитивный стиль классные деревья здесь я вышивала все по кличу кроме этого голубого цвета его не было в наличии я просто другую купила в xd work здесь помню только нитки бокс дай воркс это может джентл арт тоже а да еще и классик color works здесь белым красиво мне нравится стильно просто лаконично я вообще так влюбилась в это производитель я думала буду все вышивать в него столько всего хочу 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 но потом как-то отлегло и начала вышивать другие дизайны хотя мне нравится несколько до сих пор работают вам стрит сэмплэрс сейчас я хочу просто чем другое дальше покажу вам огромную тоже работу в кадр не влезает это такая вот вот тоже стони крик нет это крикик коллекшн вот я узнаете вспоминаю вот эта девочка в бане в бане лежала это тоже крикит коллекшн а не стони крик читает напутала вот такой вот интересный дизайн домик в парный к сам популярному домику вышивается он на сиреневом льне но я решила заменить лен на свой вкус я просто взяла у меня была белая это белорусская я даже не знаю что это называлась точно это равномерка я ее запекла с сахаром с кофе с чаем с корицей в духовке у меня получился вот такой вот оттенок если честно сейчас все передаю как-то ярко все цвета засвечены но на самом деле чуть понежнее выглядит но в целом вообще очень классный результат получился мне понравилось идея то что я сделала вот может я не знаю как показать чтобы не отсвечиваться далеко от окна вот что здесь классно здесь классные нитки были джентл арты я люблю нитки с переходами единственно что они со временем не знаю как будут храниться но вышивать ними очень нравится классный домик такой вот люстра стремная страшная вообще просто черепушек вот это вообще не значить такое треугольник какой-то непонятно к чему летучая мышка привидение клевая домик с дисками да наверное вот это такой с трубами мышка летучая кстати и можно можно вообще принципе вышивать даже без этих пуговиц потому что мышка вышивается нитками и потом сверху нашивается вот эта пуговица луна классная вообще она такая обалденная дальше тыква тоже клёвая вот эти пуговицы я просто обожаю котик маленький холёсенький и еще один котик пуговиц здесь много здесь очень много такого эти тросит крестиков но мне так нравилось в принципе то можно вообще вышивать без пуговиц вообще на место вот этой тыквы пришивается вот эта тыква то есть я решил ее про сюда пришить мне кажется так будет красиво эти покажу поближе что он так далеко показываю вот как это все выглядит это яркие интересные котичка хорошенькие я вообще люблю котиков нравится такой забор мне моя такая девочка ванда классная креник здесь есть такой был зеленый здесь как мне жаба в кармане вылезает а это рука я вообще думала что это жаба у нее это рукав хоть так интересно почему тогда здесь есть сиреневый цвет а здесь вот нет рукаве ну да ладно может какие-то жабы здесь входы в дом и у нее такая вот подстилка прикольная коврик спайдер забыл как зовут паук все классно череп такой скелет шкафу луна луна вообще обалденно мне так нравится я люблю люблю вышивки с луном есть несколько очень хочу кстати сейчас вышиваю одну вот just name есть еще одна shepards push буду вышивать еще хочу от носил мне очень нравится дизайн его как-то не купила недорого стоил надо будет него прикупить называется love by moon очень красивый вышивается еще не переменем вот это были по моему большие все работы теперь покажу вам маленькие остались их тут немного смотрю что целый час прошел говорю вот это just name на очень красивой основе голубого льна очень красивая основа такой нежный глуби голубой небесный оттенок не знаю как показать как извернуться чтобы все было видно но да ладно вот очень красивый дизайн вышивала я его в этом году по моему в этом году или в том нет в том осенью заехала в магазин за съемками какими-то которыми-то надо были от just name и увидела вот этот вот это дизайн это была схема с паком где пошел такой вот ангелочек и эти вот сладкие карамельки с бисером я даже не поверила своим глазам потому что стоил там 15 чем-то долларов я думаю как так висит и никому не нужно и я его забрала прибежал до довольной домой и представляете у меня были все нитки все до одной я короче начала вышивать сразу же в этот же день и очень быстро закончила вышивала на огромное вдохновение здесь я заменила вот этот цвет дешево такой оливковый я сделала ключики золотые хотела сделать стрел золотый но мне не понравилось как у меня это выглядит как-то слишком некрасиво все ложилось и я сделала стрелы как нужны были по ключу здесь точно шло перле вот вот такой вот все здесь классно видите еще прическа у этого ангелочка у этих ангелочек точнее она смирно стичь она к объемная и плентом вышивать чтобы выглядел очень красиво цветочки конфетки сладкие карамельки вот никакой хочется постоянно трогать и не представляете и вот такие вот узорчики очень здоровская работа так просто красота красоте дальше покажу вам теперь пошли малютки их осталось немного из не оформленных дизайн который я вышивала тоже недавно по-моему я вышивал его осенью это джаз нэн не понятно называется точно что-то там вышез какие-то там желания вышивала я его подбором цвет кстати опять засвечен какой-то темный на самом деле эта работа выглядит намного светлее чем сейчас на камеру вот ангелочек шикарный я получила этот ангелочек в подарок от своей подписчицы который мне прислала вот этот который я показывал розовый сэмплер пчелок вот она мне прислала еще от этого ангелочка еще несколько шармиков покажу очень красивый дизайн вышивала я его на шкатулку до сих пор у меня есть шкатулка я не знаю стоит ли туда оформлять этого ангела потому что я уже наверное хочу оформить в картине если честно сейчас я его вышла на другом ильне это у меня такой чайный оттенок он очень он светлый он не такой коричневый как вам кажется он светлый но я бы наверное вышла либо на таком нежно-голубом не почему-то хочется сейчас ведь либо на нежно-нежно таком зеленым салатовым таком еле-еле чтобы цвет салатовый проблески вам хочет уйтир салатового оттенка вот красивый дизайн он просто обалденно не не знаю что еще сказать я помню когда сказал что знаете просто такие ангелочки сколько же людей мне написал я сидел полдня отвечала помочь там все раскупили дальше еще одна работа от just n вот так она выглядит на таком же кусочке льна вышивается вот такая красота супер что еще сказать даже не знаю здесь у меня был оригинальный пак опять же подарила мне моя это же подписчица прислала такую красоту очень красивый здесь бисер он такой квадратичный и переливается как видите как говорят как бензиновый такой мне очень понравилось вышивалась эта работа очень сложная вот честно это наверное самая сложная работа от just n on которая вышивала потому что здесь так много одиночек и она далась мне легко но еще смотрю какая же красота здесь у нас идет перле и за счет этой перле эта работа так как-то выделяется ярко выглядит просто супер показать вам вот красиво красивая работа я пришила шармик вот так хотя в принципе сюда можно даже какой нет шарми когда не пришивать шармика просто вышить еще вот такого цветочка посередине и все вот вам работа а здесь я даже не знаю что нужно подобрать исполнил вот флавовый путь сейчас называется вот такие вот васильки и цветочки пчелки видите божьи коровки ромашки очень люблю васильки я все люблю я обожаю дикие цветочки вот это по все по такому зайти лак серый теперь пойдем по dimensions по моему они сначала не покажу вам ты и у меня есть одна работа это бабочка не оформленная она такая как очень красивая такая как бархатная пушистая но на самом деле я вышел в две нити надо было вышивать в одну у меня был большой такой набор там еще какое-то какое-то растение идет да но я решила вышить просто бабочку и все и вышила вышивала в две нити не знала что нужно вышивать в одну и вот что у меня получилось мне тоже нравится этот результат выглядит очень красиво есть еще один набор мечта вот и микси много наборов от ей нравится но я прям очень хочу один я его уже заказала надо только забрать не знаю когда сберу это леди единорог я буду ее вышивать она просто шикарно 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 дальше опять же и подписчица которая меня снабдила джазненом она мне подарила на день рождения вот такую вот схемку с маяком я одно время очень сильно любила маяки и сейчас их люблю почему-то я вышиваю сейчас меньше маяков сейчас у меня знаете какая новая любовь это мишки я еще не показывала мишек здесь покажу потом в следующих видео все я теперь по мишкам пошла хочу вышивать мишек вот ну все таки надо как-то себя развлекать в своем хобби очень красивая основа по моему это был по-моему это в xd works если мне не изменит память но она красивая такая окрашенная и маяк от русского дизайнера я могу ошибаться простите пожалуйста но помоет надежда нагорная могу ошибаться потому что я вообще не вышиваю русских дизайнеров на как говорят их свободные дизайнеры ну так почему-то сложилось хотя мне нравятся некоторые схемы очень нравятся и может такая даже высшую но почему-то я вот люблю как-то больше набора поэтому не слежу за дизайнером и кого я знаю это екатерина волк потому что я только начинала вышивать у нее была серия популярный виноград смородина натюрморт о какая-то красота я так хотел вышивать на это боялась этих чьих-то крестиков и вообще не было так страшно что это такое что за зверь такой и я не вышивала сейчас бы я думаю на раз-два бы вышла ночью мне нравится екатерина волкова да мне нравится еще несколько схем мне нравится знаете что такой венок с хлопком ой какой он красивый вообще и цветочки сердечки не знаю как показать если найду картинку то вставлю дальше не оформленный мельчика такой-то маячок да вот дименшинс что-то ему сказать сложный зараза вот вышивала его в том году но он красивый объемный и просто обалденно эти облака такие кажется что вот 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 скоро знаете гром будет обожаю ну карста вот это вот обрыв забор то лодка но как мне кажется это один из самых красивых маяков у дименшинс из маленьких да потом мне нравится еще такой голубенький с цветочками полно голубой нет на белый аиде вышивается и там такой забор и цветочки вот очень красивый и кстати у меня был руки поинт и американская сборка я продала все за копейки буквально недавно у меня пока таблика я решила все распродать вот но теперь я уже жалею на что делать дальше вот такой вот набор я вышла это тоже мне подарила подписчица очень красивый такой я так его хотела так они мечтала и она мне его прислала это был перевыпуск у нас в америке понятное дело нет перевыпуск когда я не знаю как то они не доходят только если кто-то свои наборы распродает например как я я недавно продала тигра вот такой с большого знаменитого дименшинс который из перевыпуска и я так пожалела зачем я это сделала но нужно не вернуть ну ладно буду вышивать потом найду если не приспичит красиво красивой такой санта с девочкой с мишуткой ой ну какая прелесть просто прелесть прелестно вышивала тоже два года назад даже помню это дело обожаю ну что тут еще сказать это дименшинс так дальше идет вот такой ангел видит еще от пяльца не осталось заломного как не стирать ангелочек тоже дима это была простая серия тут у нас вышивается все очень просто крест есть полукрест даже полукреста нет и первый раз попробовала металлик французские узелки ну короче работа такое себе да но интересно посмотреть конечно бы я сейчас вышла лучше на огненку красиво даже вот я смотрю на голубом льне на этом она была бы просто шикарно смотрелась бы и была бы очень яркой и красивой но это только училась вышивать и поэтому показывают свои такие работы одни из первых конечно их оформлять не буду но они лежат и греет мне душу но платье вот это вообще просто обалденное не знаю пожалуй это на последний ангел вот из всех ангелочков у дименшинс который я вышиваю да и к ним довольно таки спокойно отношусь но вот мне нравится единственное что деби-мам дизайнер деби-мам у нее классные ангелы вот этот набор я вышивала классный классный два года назад может так время быстро пролетело я была в пскове мы встретились с одной вышивачицей лерой и она мне подарила этот набор и конечно же я сразу села его вышивать и я его вышиваю интересно что теперь для меня это большая память о той встрече вот не знаю смотрят ли мне сейчас лера или нет но лера если ты мне смотришь тебе большой привет вот классный сервер кстати нравятся все вот эти вот дизайны там по-моему ромашки были и то ли васильки то ли лавана что такое в общем мне нравится все я все все люблю я все ядно очень красиво и дальше я первый моя которая вышивала тоже одна из первых работ в пару к этому маячку она это маяк на рассвете смотрите это это под начала вышивать на и как я обметывала канву ну ладно как бы что же сделаешь ничего но это просто все моя боль печаль здесь у меня конечно на колбасе настолько так выглядит все в общем не аккуратно да то есть вы понимаете первый дизайн на которых мы учимся вышивать о чем тут говорить вот но не могу сказать что здесь просто ужас ужасный но не очень-то аккуратно в чем неаккуратность проявляется это за я очень затягивала крестики вот поэтому я не люблю швать на 17 иди потому что они получаются маленькими кину затянутыми кривыми меня прям ах дальше вот этот дизайн очень мне нравился я такой хотела вышивать тоже помню как вышивала довольная сидела вышивается супер легко этот социопатический домик домик социопатом действительно моя мечта я люблю уединение спокойненько жила по таком доме ходила бы сюда точнее плыла бы на этой лодочке за продуктами возвращалась бы обратно и сидела бы дальше в домике с вами вышивала у меня еще вышит похожий домик пару к нему он у меня оформлен там где даль такая видна где велосипед все красиво там покажу наверное сейчас встану вот так вот он выглядит оформила его сама здесь конечно не оформленный работа но тоже хотелось показать почему этот домик я подумала здесь у меня на кухне немножко он запылился мне очень нравится вот эта рама я просто тащусь от таких вот рам но мне не нравится паспорта но какое было такое было конечно же я бы переоформила вот мне кажется очень очень парные работы если сравнить ко мне нравится больше что мне нравится больше вот это хотя всегда раз больше вот это обожаю домики обожаю просто обожаю все деревенское и я каждый раз когда готовлю стою на кухне ли когда нем я всегда смотрю на эту картину и и и кайфую вот это просто когда ли она меня меня влюбляет себя вообще до невозможности шикарно так вернемся к этой работе чего я перешла на ту красиво такая туманная дымка утро проснулся пять утра где-то не знаю там в деревне у бабули и вот этот над болотом каким-то вот такая вот дымка идет ну вообще ну красота просто красота вышивалась очень легко хотя кстати дизайн довольно таки сказочный вот и осталось два дизайна которые не оформила это вот такой вот тоже dimensions welcome я здесь написала тосканская дверка итальянская тоскан белком я еще помню стрел под солнцем тосканы или как так называется и вышивала эту дверь я еще изучал итальянский язык не ходила на курсы итальянского все смотрела итальянскую то есть крестный отец 150 раз пересмотрела потом вышивала итальянскую тоже большой такой gold розовый там домики его оформила вот и и удушь мне было увлечение какое-то италии пока я туда не поехала он даже поехала приехала у меня все вся моя любовь так прошла вот в общем вышивала ты домик классный классный дом оформить его ну вот руки не доходят нравится мне цветы и нравится эта дверь вот это растения таким где этим сказать камни да обожаю так это красиво выглядит ну просто обалденно цветы да мне кажется какие-то не знаю может лаванда кот кошек рыжий супер ковер цветочки все все здесь просто обалденно здесь можно написать фамилию я просто написала welcome фонарь в общем красота вышла его очень-очень быстро на одном дыхании и последняя моя неоформленная работа и это самая первая работа с которой началась моя вышивальная любовь моя вышивальная зависимость это dimensions лимоны самый убогий дизайн потому что я его сожгла утюгом то есть вот это здесь утюг и даже не знал как нормально его погладить вообще как гладит вышивку ну что сказать здесь у меня тоже крестики закрыты в разную сторону я еще долго думала вышивать ли мне здесь вот эти вот надписи помните еще была одна надпись лимона я не стал вышивать ну смотрю на французские узелки и плакать хочется я помню даже не знал как их делать в общем мучилась мучилась я с этой работой но она классная конечно красивая ткань здесь такая обалденная просто суперского цвета но ношу делать первый первый дизайн такой вот в общем да это было все все что я вышила и не оформила может еще то еще осталось и я уже где-то там у себя запрятала в вышивальном комоде он что-то завалилось и я не заметила но в принципе из неоформленных работ как мне кажется это все все остальное я оформила либо ну да оформила и все вот уже заговариваюсь я просто болтаю уже полтора часа без умолку и вот так вот нон-стопом хотя если честно я так люблю говорить иногда болтала бы болтала бы вот это все еще раз повторю всем большое спасибо кто посмотрел данное видео надеюсь вы хорошо провели время открыли себе какие-то новые дизайны напишите какие были у вас первые дизайнеры и вообще какая у вас первая работа мне так интересно потому что но это всегда интересно с чего вы начинали вышивать вот и напишите какая вам работа понравилась вот это конечно не обязательно писать какая работа понравится просто будет очень интересно но вот то что вы из чего вы начинали вышивать и какие ваши были первые ощущения от вышивки мне было бы очень приятно и интересно почитать но я думаю не только мне а всем подписчикам которые читают комментарии вот еще хочу сказать большое спасибо всем тем кто поддержал мое предыдущее видео большое вам спасибо вот с вами была я катя желаю вам всего самого замечательного здоровья счастья побольше времени и вдохновения на ваше любимое хобби пока пока как всегда нашла еще одну работу и оформили это вот такого вот петушка от вероника женир и одно время очень хотела вышивать французские дизайны но сейчас хочу но меньшей степени но очень классный такой яркий получается обалденный вот выглядит просто здорово